Добрый день, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня мы говорим о жакете из остатков пряжи. Я вам покажу несколько приемов, которые я использовала. Пряжа, что вы видите на экране, это остатки от двух связанных свитеров. Точнее, свитер был связан спицами, а жакет был связан крючком. И вот про жакет мы сегодня и поговорим. Я сделала три коробки. Была коробка с большими клубками, с пасмами даже цельными. Потом была коробка с клубочками поменьше. И в третьей коробке у меня были ниточки, которые в клубочке уже и не смотаешь. Я собираю подобные нитки для использования их петчворк-пиццы. Итак, давайте начнем. Набор петель делался спицами. Набирала в одну спицу. Давайте сделаем петель 20, чтобы не сильно длинный ряд был. Ну и в то же время, чтобы узор было видно. Как набирать петли на спицу? На канале есть отдельное видео, специальное для начинающих вязать спицами. То есть совсем-совсем для новичков, которые еще ничего не знают про вязание спицами, но очень хотят попробовать. Ссылочку на это видео я вам, конечно же, оставлю. Вот мы набрали ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот у меня 25 петель получилось. Теперь, чтобы перейти на крючок, что я делаю? Как при вязании спицами, первую петельку я крючком провязываю, еще раз провязываю. Вот этот хвостик придерживаем. Он у нас не закрепленный. Затем я провязываю крючком вторую петлю. Снимаю со спицы и провязываю оба столбика. И так я провязываю весь ряд. Кстати, этот способ можно использовать для закрытия петель, провязанных спицами. И вот так я провязываю весь ряд. Так, ну и вот у меня последняя петля на спице осталась. Я ее точно так же провязываю. Спицы убираю и у меня получается ряд набранный. Вот он. Дальше, что можно сделать дальше? Дальше я сделаю вот что. Дальше я размотаю клубочек оставшийся. Сложу нитку шесть раз. Вот у меня пасма такая вот. Она у меня по длине ряда получается. Я возьму ниточку посветлее. Так, провязываю один столбик без накида. Потом подхватываю пасму. Вяжу столбик без накида. У меня пасма закрепилась. Дальше воздушная петля. Пропускаю один столбик. И вяжу столбик без накида. Нужно отслеживать, чтобы полотно не затягивалось. Такие протяжки отлично держат форму полотна. И оно растягивается намного меньше. Дальше, допустим, возьмем сиреневую ниточку. Сейчас я, давайте, свяжу по два столбика без накида вот под эту петлю. То есть, сохраняем число петель. Не меняем его. Сразу прячу хвостик от белой нитки. Вот он. Еще второй столбик. Дальше можно подхватить вот эту пасму. На ее основе делаю столбики без накида. Столбик. Воздушная петля. Столбик. Воздушная петля. Так можно всю пасму обвязать. И таким образом у нас будет формироваться неровный край по низу. Вот. У меня получилась вот такая вот пасма. Обвязанная. Дальше можно развернуть и с изнаночной стороны провязать. Давайте что возьмем? Провязать, провязать. А давайте вот эту. Два хвостика придерживаю. Вот эти два. И вяжу столбики без накида. Подарочку в одну петлю. И под столбик. Подарочку в одну петлю. И под столбик. И так продолжаю ряд. На пасме обвязанной я провязываю столбик над столбиком. И подарочку в одну петлю. Чтобы сохранить количество петель в ряду. Ну а дальше у меня будет столбик без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Вот я довязала ряд. Дальше я давайте допустим свяжу столбик. Воздушная петля. И пропущу один столбик. То есть провязываю столбик. Делаю воздушную петлю. Пропускаю один столбик. И провязываю в следующий. И так заканчиваю ряд. Нитки были разной толщины. Поэтому приходилось манипулировать. Если нитка была потолще. То обязательно вязался вот такой ряд. Столбик воздушная петля. Если потом планировалось использование ниточки потоньше. Вот. Можно связать второй ряд точно так же. Это даст очень интересный эффект. Вот в такие ряды очень хорошо пропускать маленькие короткие ниточки. Коротенькие хвостики. Можно это делать сразу. А можно их продернуть уже после вывязывания. Ну и вот. Довязала ряд. Так. Ну дальше давайте допустим возьмем. Вот эту вот бирюзовую яркую. Яркая ниточка я провяжу по два столбика. Вот. Над столбиком. Давайте сделаю так. Два столбика без накида над каждым столбиком. При вывязывании жакета использовалось тунисское вязание, чтобы сокращать ряды. Допустим. Вот это у меня низ жакета. Вы видели, что низ жакета неровный. И вот чтобы сделать подъем вот отсюда и повыше, мне нужно будет сделать ряд вот досюда. А потом ряд начать, ну допустим вот отсюда, да. Значит. В конце вот этого ряда я вытягиваю петли на крючок. Провязываю последнюю петлю и потом провязываю две последних. Провязываю две последних. Еще провязываю две последних. Снова две последних. И еще две последних. И таким образом у меня получается, что следующий ряд у меня начинается вот отсюда. Петля подъема. Давайте еще пасмочку протяну. Пасмы иногда закреплялись вот таким образом. Я прокалываю полотно. Надеваю петельку. И через все это вытягиваю петлю. И провязываю столбик. Дальше воздушная петля. Один столбик пропускаю и потом провязываю столбик. Один пропускаю, второй провязываю. И так до конца ряда. Давайте я закончу. Ниточку закреплю. Так, вот. Теперь полотно будет все равно стянуто. Вот с пасмами. Поэтому протягиваем, расправляем полотно. Здесь у нас нитка закреплена серенькая. А вот здесь она будет скользить на столько, на сколько нам надо. Вот. Такое вот получается. Интересное. Дальше можно взять, ну я не знаю. Давайте серую, чтобы от серого в серое у нас ушло. Серенькая ниточка у меня тоненькая. Можно начать вот отсюда. Прямо с края. Петля. Складываю кончик вдвое. Еще одну петлю. Еще одну петлю. И вяжу во второй столбик предыдущего ряда. Воздушная петля. И в тот же столбик у меня получается. Можно сюда зайти. И вот это все провязать. Воздушная петля. Я таким способом можно сделать часть проймы или горловину. И вяжу по два столбика в каждый столбик предыдущего ряда. Вот таким образом, подбирая цвета, я связала весь жакет. Подробнее про жакет, обзор готового изделия, есть в отдельном видео на канале. Вот как-то так у нас получается с вами. Теперь я вам хотела показать, как можно протянуть ниточку. Такое полотно получается, хоть и маленькое, но в принципе тут все, что я использовала для вязания жакета. И вот посмотрите, столбик и воздушная петля толстыми нитками дают вот такой вот интересный узор, эффект. И теперь я вам хочу показать, как в эти столбики протянуть ниточку. Кстати, как делать такую игольницу, есть отдельное видео на канале. Ссылочку дам. Берем наше полотно и просто протягиваем нитку вот под вот эти вот галочки. Раз галочка, два галочка, три галочка. Не протыкая полотно насквозь, только подхватывая вот эти галочки, протягиваем нитку. Иголку лучше брать с тупым концом, специальную, либо для ковровых работ, либо для трикотажных работ. И выравниваем полотно, вытягивая или подтягивая ниточку, насколько вам надо. Вот такой образец у меня получился. Дальше. Очень красиво смотрится, если тоненькой ниточкой обвязывается толстая пасма. Закрепляю пасму, прокалываю полотно, надеваю петлю пасмы и через это все протягиваю петельку. Так, пасма у нас закрепилась, вот она. И теперь, давайте, воздушная петля, один столбик пропускаю, второй провязываю. Один пропускаю, второй провязываю. Тут важно не затянуть воздушные петли. Нитка тонкая, может быть тенденция к затягиванию. Вот за этим нужно следить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дальше. Когда все детали связаны, ниточки все запрятаны, и хвостики. Бачка были сшиты, плечевые швы были сшиты, на рукавах швы были сшиты, оставалось вточать рукава. И вот на этом этапе я сделала отделку жакета по низу, привязала бусины. Значит, как это все делалось? Я взяла хлопчатую бумажную нитку, вот эту вот конкретно, взяла крючок полтора, и начала вязать. Значит, закрепляем ниточку, и можно сразу прикрепить бусину. Так. Какую сделаем? Большую или среднюю? Вот она бусина, на крючке. И я вытягиваю петельку, длинную-длинную, и одеваю на нее бусину. Дальше вяжу цепочку, чтобы у меня хватило закрепиться. Бусина большая. Вот, допустим, вот так. Тут творчество, фантазия, как у вас работает, сработает, вот так вы и сделаете. Тут каких-то рецептов конкретных, не знаю даже. Вот здесь вот у меня большой, как бы, спуск. Сюда вполне можно приделать. У меня есть вот такие бусины длинненькие. Вот их сюда вполне можно надеть. Воздушную петлю я вижу, что бусину закрепить. И прикрепляюсь вот к этому выступу. Так, дальше. А дальше, интересно, у меня получилась вот такая вот шлица, которую мне как бы и не надо. Значит, что я сделаю? Я свяжу столбик с накидом вот сюда. Потом столбик с накидом вот сюда. Как бы накрест. И у меня вот эта фалда, она закрылась. Получилась дырочка. Если хотите, дырку можно заполнить бусинами. Таким образом. Давайте еще вот такую вот возьмем. Почему нет? Сделать длинную петлю вот отсюда и на нее нанизать бусинки. Но я так делать не буду. Я пойду дальше. Закреплюсь вот сюда. Дальше свяжу воздушные петли. Мне сюда бусину не надо, иначе она будет стучать. Вот об эту вот. Будет цоканье, которое я не сильно люблю. Дальше. Дальше можно какую-нибудь вот такую прицепить. и вот досюда ее дотянуть. Так. Дальше не буду прицеплять бусины. Просто сделаю арочку из воздушных петель. А вот в эту ложбиночку я посажу большую-большую бусину. Вот. И бусина очень-очень красиво закрыла вот эту ложбинку. Дальше у меня вот здесь вот какой-то скос получился. 90 градусов. Мне бы его спрятать, чтобы он был ну, хотя бы под 45, да. можно взять вот эту длинненькую бусинку и расположить ее под под углом. Вот так вот. Так. Ну и дальше сделать воздушную арочку, чтобы разбавить наши бусины. вот и получился вот такой край. На сегодня это все. Наше видео заканчивается. Если есть вопросы, задавайте, пишите отзывы, было ли видео вам полезным. а я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего, доброго и до новых встреч. До новых встреч.